Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спортивный зал «Дом мышц» Я всегда выбивал долдей для пабов Насилие Вы называете это наемный убийцей Я называю это посредник Мне поебать кто-то такой Я выйду против кого угодно Ни у кого нет ничего такого Чтобы не было у меня У всех все одинаковое Вопрос в том, кто хочет этого больше А я хочу этого больше Дело не в размере собаки Дело в размере желания драки Внутри нее И я нихуя не собираюсь останавливаться Вот ребята, которых я обычно беру с собой Вон, здорово парня в кепке Видите еще, Джей Вы точно не хотите, чтобы они Постучали к вам в дверь Пол третьего ночи? Даже если они ебать улыбаются А я ебать без улыбки этого и не делаю Похож на бульдога, который жует осу В общем, мы сегодня собираемся Пройтись через один двор В общем, мой товарищ попал на казенный отдых Его не было несколько месяцев И этот чувак такой Увидел возможность Его нет, ну и не буду я ничего платить Есть такие люди И он неплохо задолжал Он знал, что мой товарищ Вот-вот должен вернуться из тюрьмы И он завалил мусором и отходами Всю территорию И моему товарищу выставили счет на 300 штук Чтобы вывезти весь этот мусор Который причиняет вред здоровью окружающей среде 300 тысяч – это огромные деньги Так что я надеюсь, мы сможем что-то прояснить с этим вопросом Все эти маленькие помещения и склады Как кусок хлеба для нас Все эти люди – это рабочий класс Маленькие компании, понял, сварчики, малевые Техобслуживание В основном здесь они основные заказчики С учетом современной экономики Страна находится в жопе Но эти люди – они не бойцы Поэтому они звонят нам И появляемся мы И собираем долги для них Но они все нас знают Потому что у нас свой спортзал И мы все местные, понял? Если надо организовать 10-15 человек В течение 10 минут Будет им 15 человек за 10 минут Где-то еще так не получится Мы всегда твердо знаем, что за нами стоят Отличные крепкие парни Вот здесь Вот он, да-да-да-да-да, вон там Йоу, Том Я здесь, брат На твоем участке Ёб же ж твою мать Это что за хуйня тут происходит, брат? Боже мой Я тебе скажу, что мы сделаем Сейчас заглянем в будку Там посмотрим И съебем отсюда Майки тормознет тут на ночь А если кто-нибудь нарисуется Неважно кто, он будет схвачен Ты глянь, что тут у них около входной двери Ножик, ёпта Томми, Томми Ты мне только скажи, где он, брат Назови номер двери, в который мне постучать И я туда постучу И так нам с него надо забрать 25 кусков Остальное отдаст потом Не-не-не, я про то, что мы с Майки можем забрать для тебя Ты рад? Ну, ништяк Зачастую задолженности, с которыми работает Шон Является той серой, невидимой частью Связывающей легитимную экономику и преступный мир Крайне прибыльный рынок, оборот которого насчитывает Приблизительно 150 миллиардов фунтов Это типичная для Шона задолженность Спор между бизнесменом и гангстером в 300 тысяч фунтов Для сбора этой задолженности Шон прибыл с подкреплением и бойцом с собакой Но стоило лишь оператору выключить камеру, как все вышло из-под контроля Мы увидели настоящего гангстера, чья история основана на насилии огнестрельным оружием Мы не знаем его, наш братан знает его Но после сегодняшнего вечера он узнает, кто мы есть Собираемся сходить к нему домой? Посмотрим, сможет ли мы его выцепить Может быть постанова с дешевой тачкой около его хаты Может пользоваться адресом для почтовых реквизитов Понял? Просто приезжает сюда, проверяет почту А потом уебывает обратно, где живет со своей бабой и его детьми Сейчас скажет, что видели Энди, то все, гейм-овер Звони в любое звонок Здрасте, уважаемый Не могли бы вы мне немного помочь? Я российский парень по имени Энди У нас тут как штаб-квартира ООН, да? У него серебристая корса Так, нужно ребятишек подтянуть, чтобы понаблюдали за ним Мне кажется, он может проехать строго здесь Ага, вот И один из вас припаркуется здесь и его покараулит Потому что у него тут, скорее всего, блатхата Знаешь, некоторые долги можно просто прозвонить и решить вопрос по телефону И за некоторых приходится подрываться Ты не знаешь, что к чему И мотаешься со всеми по этим этажам, как толпа придурков Ну вот, это игра в ожидании Он неплохо провел время и поразвлекся за чужие деньги Но это время пришло к концу Мы стучимся Этот чувак, которого сейчас увидите в мониторе местный Бычара ебаный Порезал беременную женщину Отмудохал деда, которому было 71 год Я выбил ему челюсть Выбил 6 зубов Я его стеганул в том году И он отсутствовал где-то год И вот он снова за старые А меня взбесило, что он меня оторвал От чтения статьи Бернарда Хокинса Я не дочитал до сих пор Че? Люди обожают здесь тренироваться Или просто заходить, попить чайку Просто поболтать Даже если не тренируются Некоторые сидят просто как бабки на лавке Ходят из угла в угол Чаи гоняют Хори вчера смотрели Нет, брат, он пиздец крутой Это не просто сериал Вообще не просто сериал Это моя жизнь Это твоя жизнь Моя жизнь Это как центр для собрания всей общины На самом деле много чего здесь было сделано для людей хорошего Даже меня это выручало И помогало оставаться сильным несколько раз Понял, про что я говорю? Я помогал им много раз Вон пацан, смотри, порезанный конкретно Он крутой пацан Очень крутой, многообещающий боксер Вышел из больницы после того, как сам себя порезал Пришел повидаться Насчет первой работы Второе Попросить, чтобы я его тренировал Иначе я бы сейчас кому-нибудь бы вставил Пар хочешь выпустить? Ага Я, блядь, его разнесу Отвечаю Только потом тебе придется отточить меня от этого пиздука Добро Мы его ловим, бросаем в комнату И ты просто его ушатываешь Он же тебя не узнает, правильно? Не, я про то же Потому что он знает, что мы пришли за долгом Понял? Ловим его, бросаем в комнату Ты и башь его, бачь его, халва И все, ага И за это получаешь зарплату Хорошие деньги, брат Это хорошие деньги Много денег У меня биболярное расстройство личности Маниакально-депрессивный синдром И склонность к насилию Если бы не Шон, я бы уже был мертв Потому что я, как вы можете увидеть Резал сам себя Вот здесь Здесь это мое ребро Можете его увидеть, если я сниму бинт А можете рассказать насчет этого? Женщина Из-за женщины Как у меня так получилось? Взял нож, наткнул, разорвал Он принял 20 грамм валиума Хапнул передоз, но они меня упекли Коллинз парк Уоррингтонская дурка Но, как я уже говорил, Шон не дает мне распуститься Он сказал, что если еще раз подобное выкину Он выкинет меня Поэтому я думал, что пора завязывать Давай, давай, пробуй Пробуй, порадуй меня Яб твою мать, говнюк Мы здесь для него все время Он уже такое сделал прежде Лицо, шея, запястье, посмотрите И мы здесь для того, чтобы помочь ему преодолеть это Потому что он здравый парень Его невероятный талант Только проблема с головой Лет в 10 или в 11 Надо мной сексуально надругался мужик Которого боготворила моя мама И долгие годы я не мог почувствовать себя мужчиной Поэтому я выбрал бокс, уличные бои Смешанные единоборства Для того, чтобы доказать самому себе, что я мужчина И перестать чувствовать себя слабым и уязвимым Тем, кем тот мужик заставлял меня себя чувствовать И каждый раз, когда я бьюсь, я представляю его лицо Помню, стоял у зеркала и думал Я тебя, блядь, ненавижу Чтоб ты сдох Брал лезвие и резал себя Потом становилось лучше Переставал себя ненавидеть Много таблеток я не принимал Поэтому, когда становилось плохо, я просто резал себя Сейчас на мне места живого нет Так что думаю, больше этим заниматься у меня не выйдет Ёб твою мать Последний шанс даю, понял Последний шанс, брат, аккуратнее Я люблю тебя, тоже люблю тебя Увидимся, давай, давай Последняя минута Давай, 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 давай Сексуальное надругательство – это негласное табо в криминальном мире Как бы то ни было изнасилование Мужчина обычно используется как орудие бандитами, чтобы загнать в долг Это не особо распространенная форма насилия в криминальном мире Она работает как очень мощный инструмент пропаганды Вызывая верх физических и психических мук Поехал как-то раз с двумя старшими товарищами Собственно, жесткие очень товарищи Одного судили за военное убийство И он такой, поехали, долг заберем сейчас Да я бы мог поехать с тем угодно Тогда я такой, давай, поехали И они такие, иди, смотри, там в доме наверху И я пошел наверх Начал шнырить там, чтобы спиздить И такой, слушай, посмотри, есть ли там драгоценности Хорошо, понял, осматриваюсь и вдруг слышу Давай, давай, дом, давай Что там, блядь, творится? Спускаюсь вниз, там дом Тот человек, который мне показал, как наводить мосты И всех уважать Очень вежливый, очень обходительный с женой и детьми Но очень свирепый Нет, не бешеный, нельзя сказать злой, свирепый Ну ты понял меня Он драться даже не умел нормально Но он был очень-очень свирепый И они того типа перекинули через стол И давай, ебать, прессовывать ему в жопу А второй начал фотки Я такой, еб, ты, что происходит? Они такие, Шон, заткнись, смотри Я такой, держи дом Он такой, просто положи, что принес здесь Смотри и учись, сынок, смотри и учись Потом оставили ему записку и съебались Маленькая такая записка Заплати И фотография Они потом ему перезвонили Ты понял, что произошло, блядь? В течение двух недель, блядь Ты заплатишь или твои фотки будут повсюду К тебе доверия больше нет И мы всем расскажем, что ты петераст И я такой, а почему нельзя было его просто отпиздить Сломать что-нибудь? Он такой Он к такому привык Он в этом плане типа нас Сломаешь ему что-нибудь, он встанет и пойдет дальше Через две недели тот чувак заплатил Но через полгода он, блядь, взял и повесился Не смог жить с этим? Да не смог с этим жить Это позор Бороться со страхом при помощи страха Он сказал, этот человек может скрыться Но ты его найдешь и отмудохаешь Потом он заплатит кому-нибудь, чтобы те отмудохали нас И так будет продолжаться Он сказал, забери у него все, что у него есть Вот, например, мой добрый друг Чеди попросил меня забрать долг Степана Он сейчас тренируется в зале Ну, сегодня попробуем выцепить этого типа Посмотрим, поймаем его или нет Потому что он как крыса Таракан ебаный, да? Вот что, блядь, на мозги мне давит По полдня прозванивают людей Ну, на самом деле, все было вот так Этот парень, который мне должен Изначально был компаньоном моей дочери Потом они собирались пожениться Они собирались делать совместный бизнес и тому подобное А мы подозревали, что когда нас нет рядом Он не так уж и мил с нашей дочерью Нам не нравится, когда люди рисуют из себя что-то, чем они не являются Значит, за ними кроется что-то другое Мы не хотим, чтобы люди любезничали слишком сильно с нами или членами наших семей Или тем более говорили что-то плохое за нашей спиной Это называется издевательство Я не какой-нибудь негодяй, я не 2-10 ростом и не более непробиваемый Но когда я узнал, что он натворил мне, захотелось разорвать его на части Он ударил мою дочь и сбил ее И если бы я до него добрался, то задушил бы его голыми руками Но я этого не сделал И я благодарен кому-то такому, как Шон, который сказал мне «Фил, никогда ничего не делай в гневе, все надо делать легально и не пороть горячки» Только что нашли его фотки тут в интернете, на сайте Сейчас перефоткаем Вон, перефоткивает на телефон Все, попался Пойман с поличным Завтра позвоним ему Первый раз за несколько месяцев не одеваю балаклау Парень, которому мы едем, представления не имеет Он торчит с прошлого года, но на этой тоне его знают Очень даже знают, поэтому я сначала поеду с ним, поговорю спокойно и скажу, как есть Почему он должен заплатить, почему я здесь Не еби мне мозги, не надо Знаешь, не хочу, чтобы этот мужик потерял работу Даже знаю про него, что он ебаная крыса Но я же не хуй плет какой-нибудь Выдержу его на улицу, расскажу, что почем И это должно сработать Скажи им, что я просто хороший друг Хороший день для меня, плохой день для тебя Ты же знаешь, Нета и Тони Так, я коллектор задолженностей, собираю долги И Чеди, мой очень хороший друг Ты давал слово, сказал, что заплатишь Да, но не заплатил Да, ну вот и выходит, ты типа налажал А Чеди, блядь, мужик серьезный, окей Слушай, сегодня ты заплатишь, окей Если нет, я отваливаю нахуй И вон те двое будут с тобой разговаривать Хорошо, окей Если ты хочешь узнать, кто я Иди, блядь, погугли, нет, 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 нет Я все понял Я бы не подумал никогда, что рыжий чувак Может еще и побледнеть сильнее, чем он есть Блядь, брат, он мне руку пожал в рот ебаные Сырые ладошки Неплохой денек Раз он заплатит, два Он нам поляну накрывает за движение Все ништяк Чеди ходит, весь такой улыбается А для меня это просто работа Я чертовски рад за него Но таких людей полно везде И кто-то должен заступиться за кого-то Потому что таких, как я, тоже полно везде Не только я Сборщики долгов всегда будут Кто-то всегда будет помогать кому-то Люди ходят по судам Суды те же самые коллекторы Разве не так? Развод, к примеру Я хочу кухонный карнитур Хочу машинку Хочу это Прежде чем сделать это Люди приходят к нам Потому что наши услуги дешевле Чем услуги судов И мы работаем в разы быстрее Комната Шона Входите на свой страх и риск Вот что произошло сегодня Один из моих сотрудников Который у меня работает Несколько месяцев Я его устроил приставом У него неплохо получалось Он неплохой парень В целом даже хороший А до меня нашли слухи Что он толкает химию в зале Чего мы не допускаем здесь Здесь есть ребята Которые употребляют стероиды Но они делают это у себя дома И то чем они занимаются Закрытыми дверями Не мое дело Я в эту херню не лезу Это меня не касается Вот Здесь есть еще один паренек С татуировкой на голове Не то Не которого вы видели наверху Другой парень Я наблюдал за тем Как пацан этот рос почти полгода Либо мы его закопаем Либо они оба признаются в том Что сделали Или пришлют мне часть от того Что они у меня тут понаворовали И я буду по-прежнему пускать их в зал Если пойдет в отказ Оба получат пиздюлей Все Не обращайте внимания на камеру Ничего нет Все нормально Я насчет пары вещей Я это пиздец просто как серьезно Я пиздец как серьезно сейчас В натуре пиздец серьезно Вы меня знаете Всякое дерьмо не продаю Всякое дерьмо не принимаю Я вот до такой степени Блять серьезно Кто давал тебе право торговать Своей хуйней в моем ебаном зале А пизда морда Шон Шон я не продавал Не пизди мне Ты ему давал химию Я в баху из тебя Ты продавал химию Я не продавал После чего? После вчера? После вчера? Ты барыжил из дома, а потом начал, блядь, банковать прямо здесь Я поддерживал тебя, Сю Разрешил тебе тренироваться Да разрешил, что? Забудь нахуй про камеру Это дела, брат, это ебать, он в рот бизнес Все, только потому, что я знаю Чеди Он пришел через Чеди Я бы мог размазать тебя по полу Но я знаю, что вы будете нуждаться в моей работе с вами, мудачье Они брали все это у вас, так, да? И так, как я это вижу Он покупает у тебя, ты даешь это ему И ты продаешь это в моем зале И что я должен делать с этим? Может мне вот так нагнуться? Вот, пожалуйста, давайте, что это за дела такие? Это что, раз и бизнес? Нет Ты заработал, ты заработал, а меня нахуй И так вот, как мы поступим Вы мне торчите штуку Ты мне приносишь штуку и сохраняешь работу И остаешься в зале Не хотите отдавать штуку до конца дня? Размажу голову тебе и тебе размажу голову Поступайте, как хотите, все просто Вы же нос Мы совсем разобрались, чайку потом побьем Рано или поздно это должно было случиться Это мы так лещей навтыкали Просто лещей Но они заработали денег с моего бизнеса А у меня здесь счета и все дела Плачу за аренду, плачу за электричество И я не миллионер ни хера Дела есть дела Но это работает вот так вот Мы так делаем дела Он моя правая рука, все делается через него И поскольку он моя правая рука Он мне рассказал Он не стукач ни хуя Если я что-то такое замечу в зале Я скажу ему Но про это я не знал Он мой лучший друг Это называется преданность Этого не купишь за деньги Он мне как отец Ничего такого не произошло Все нормально Просто небольшое недопонимание Шон всегда поможет Он на край земли ради тебя пойдет Но когда переходишь ему дорогу Неверный ход Я не собираюсь этого делать Потому что знаю кто он такой Лучше я буду работать с ним Чем против него Теперь мне надо ему принести 500 фунтов И я думаю, что это честно Ведь это его зал И с этим не поспоришь И все проходит через Шона Парни знают, что делали с легким выговором Потому что пара подзатыльников Не сравнится с кардинальными мерами К которым Шон прибегал в прошлом Самые ужасные пытки К которым я прибегал Не, бля Этого я вам точно рассказать не могу Меня закроют Меня уже закрывали Надо быть идиотом Чтобы рассказать вам Что я делал Но все, что я делал с теми людьми На мой взгляд Они это заслужили После всей хуйни, что они сделали со мной Конечно, это сказывается на тебе Я не могу спать нормально Принимаю по 50 грамм сиротина По 5 грамм пропанола 7,5 миллиграмм заплекона У меня предраковое заболевание горла Опухоль в печени Сейчас жду операцию на желудке Я вегетарианец Не ем мясо Сам себя навредил Это все из-за проблем С которыми я сталкивался Состояние депрессии Состояние депрессии Тревоги Припадки паники Я бы хотел быть нормальным Ну, мне кажется, что я нормальный Я думаю, что у меня нормальная жизнь Но иногда мне нравится просто Прийти в зал, открыть зал Поболтать с парой парней в зале Обычные беседы Просто треп И потом кто-нибудь из них такой А, не ты ли Шон из Ливерпуля Бла-бла-бла И ты такой Шон Смит был экстремистом Сеявшим ужас без всякого рационального смысла Но подводные камни этой криминальной войны Дают ему о себе знать и по сей день Я занимался этим 20 с лишним лет И для кого-то это может ни о чем Но для меня это значит многое Я величайший Кинг-Конг Нет, не ты Ёпты Я вот, вон я в костюме Я не величайший, но я очень суеверен Для меня это как ритуал Малозаметные такие детальки Каждый день, которые ты видишь Правая рука отдавать деньги Левая получать И я хочу, чтобы левая рука постоянно чесалась к деньгам У меня много счетов Вы верите в Бога? Нет Смотри, вон все заржали там Нет, я не верю в Бога Вообще нет А даже если кричусь, это как дань уважения к людям, которые скончались Ну, наверное, пару из них прикончил я сам лично Я понимаю, что это не смешно Это не смешно, но это просто то, в чем рождаются и живут люди Я вот только потерял очень близкого друга Джошуа Уэмена Чемпион Британии по кикбоксингу Чемпион мира по кикбоксингу Он был невероятно сильным человеком И мы были свидетели его кончины На прошлой неделе я плакал Я должен был через это пройти Сейчас, подождите чуть-чуть Ну, ты знаешь, это происходит с лучшими из людей В прошлом я боялся смерти Думаю, из-за того, что на меня покушались пять раз Меня похитили и заперли в грузовом контейнере Они расстреливали контейнер и врезались в него на машине Честно сказать, я думал, что я умру в тот день Я обоссался Я думал, все, пиздец, я здесь умру И потом ты преодолеваешь страх Потому что он стреляет Он стреляет по стальному контейнеру Врезается на него на машине Заливали туда бензин и говорили, что сейчас подожгут И тут ты понимаешь И начинаешь испытывать такое чувство Нет, а что если я выживу Я выберусь нахуй с боем Или здесь останусь помирать, как баба Я не собираюсь шоркаться по углам Знаете, что с ним пацаны створили? Он вообще на ютубе Он прицепил баллоны с газом к инвалидному креслу И выпускал его так, как будто коляска полетела, как ракета Вон они Один закончился, правда Потому что чувак, который нам продал огнетушитель Продал нам бэушный И заставил затереть логотип его компании На случай, если я умру А я подумал, да и хуй с ним умру, так умру Когда вы у меня брали интервью, последний раз видели порез, который был на моем животе Я вышел, закинулся таблетками Я сидел в ванной Я нормально принял Порезал себе лицо Но задел артерию на виске Вот с этой стороны И кровь начала хлестать Хорошо получилось Мой отец был дома, я сидел в ванной Вся ванная была просто уделана кровищей А вчера вечером, наконец-то, случилось что-то хорошее Я прошел диагностику Они выяснили причину моих проблем С психическим состоянием здоровья Это эмоционально неустойчивое расстройство личности Вызванное жестким обращением в детстве Я гораздо лучше и увереннее стал чувствовать себя Потому что знаю теперь, что со мной И буду бороться с этим Буду бороться с собственными демонами А эти демоны со мной уже 20 лет Но я буду сражаться с ними Я проигрывал им А теперь я объявляю им войну И может я и проиграл им некоторые битвы Но я войну им не собираюсь проигрывать Нахуй, идут нахуй Эти боевые жрамы на мне не просто так Люк, теперь начальник, он мой старший брат Он несколько месяцев со мной не разговаривал А теперь дал мне последний шанс Отличный способ отвлечься от таблеток и всякой херни Стараюсь окружить себя позитивными людьми Позитивным спортом Больше чем негативщиками и мудаками Мудачевская наркота Ага, вот она Не отказывайтесь от предложений на следующей неделе Все получится Завтра же появится большой смачный долг В течение нескольких следующих недель вы зарядитесь свежей энергией Так это же хорошо, братан Приготовишься к своему бою Немного энергии, подготовка, освежение Такой оголодаешь, выиграешь пояс чемпионский Новую химию начнешь колоть Как ремень буду носить этот пояс Ваша счастливая цифра 2 Она принесет вам удачу Идите нахуй, дебилы Я вам кое-что сейчас покажу Помните, в прошлый раз у меня в кабинете Когда произошел небольшой инцидент с астероидами Была пара парней Тони, мужик, который говорит Шон, я сделаю все для тебя Если помните, он напрыгнул в кабинете на одного из тех парней И пытался как следует треснуть его Этого мелкого таракану по морде Он торговал стероидами в зале И даже около зала без моего ведома И мы такие, раз в пятницу утром приходим Его нет Парни дверь вышибают Пара ребят поднимается Выбили дверь в квартиру Его нет Мы проверили камеру И вот он уезжает Вот он этот мелкий таракан Смотри на него Аж кровь кипит, блядь Посмотри на него Хер на жену, хер на детей Главное, чтобы ему было нормально Шмотки взял только свои Смотри Смотри, за голову держится Видел, да? А-а-а Это он химоза Обдолбился У нас все его контакты Где он берет? Мы ему позвоним И попросим продать еще Ну а дальше Он попадет в небольшую неприятность Потому что так не катит Я на самом деле Помог этому пацану Реально помог А он как на меня наплевал Такого не будет Вот здесь Жил Тони Когда работал В моем зале В этой комнате Ни разу не убирались Посмотри только Ёб твою мать Гадость Он персональный тренер Он тренирует людей И это людям пишет Как так нахуй можно жить? Где-то около 90 пакетиков Из-под коти Валялось на диване Повсюду вообще Все это барахло Это все его Мы сейчас с вами побывали На блядской помойке Нахуй все это вообще нужно? Ну вот как именно Что с тобой делают наркотики Это все атрибутика Тони Все это мы нашли наверху По-любому он сам на стероидах Вот они наверное есть Но он на химии по-любому Тут мог быть кстати Как я думаю еще и героин Честно сказать Я особо не разбираюсь Это все Ну вот например Упаковка Что за нахуй Я даже не знаю Что это такое Это еще что такое блядь В мусорку нахуй Вот барбиту Еще какая-то нахер Он взял так Вот свалил нахуй Понял что Часы фальшивые В мусорку В мусорку Кольцо нахуй Тоже в мусорку Все это хуйню За которую он заплатил Она вся летит Нахуй в мусорку Ей там самое место Я ему ничего не отдам Я ему блядь В воздуху бутылки блядь Не дам Нихуя теперь Таракан мелкий Сейчас приду Бог мой блядь Да я не расстроился Братан Я до смерти разозлился Потому что Моего друга киданули На 300 кусков Тони был мне должен 3,5 штуки Это тоже не маленькие деньги Кто-то может сказать Ну у него проблема С наркотиками Помог бы ему Да я ему помогал Но делал для него Все что мог А он все перевел На негативную волну Понял Это меня расстраивает Но не сильно Я такой Ммм Ты дрила мокрожопая И такой думаешь Я что блядь Заслужил Разве это все заслужено И иногда я смотрю В зеркало И думаю Что ты делаешь Ёпта Зачем Взваливаешь на себя Чужой головняк И чувствуешь Ответственность Которую чувствовать Не должен Потому что Это не мои проблемы Я проблему эту Не сочинял Я просто пытаюсь Ее решить За кого-то И сделаю Все что я смогу Но я чувствую Так же Не знаю Должен ли я это говорить Нет Того кто решил За меня Мои проблемы Нет такого человека Это пиздец Тяжело брат Потому что Люди смотрят на тебя И ждут Что ты появишься Там для них И такие Аааа Плечо на котором Поплакать Подожди Стой Все Надоело Блядь Все сводится К мелочам Мои например Я бы хотел Чтобы Вы сняли Мою дочь Взяли у нее интервью Чтобы увидеть Меня с другой стороны Но я не доверяю Тем кто это может Потом увидеть Не хочу Чтобы они видели Мою дочь Даже жену Не хочу Чтобы видели Все Любят своих детей Каждый считает Своих детей лучшими Но она просто Очаровательная малышка У меня пять дочерей Я бы хотел Показать вам Какой я дома Да я разрешаю Им рисовать На моем лице Завязывать мне Бантики В волосы Но они же дети Понял Да Выгляжу глупо Но Эй Я Я просто отец После окончания съемок Шон сорвал джекпот Он получил заказ На док В один миллион фунтов В Португалии Это был Самый большой заказ За все время Заработанные деньги Пришлись очень кстати Они покрыли все Дорогостоящие расходы На отдых Который был ему Так необходим Шон Так и не пришел К тихой семейной жизни О которой он так мечтал Нед по-прежнему Работает с братом Он не употребляет И не занимается Членовредительством Он упорно готовится К своему возвращению В профессиональный бокс Этони по-прежнему В бегах Его семья боится Что если он вернется Обратно То навеки будет числиться В списке пропавших без вести Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok